Привет, друзья! В последнее время меня действительно начала напрягать ситуация. Возможно, она знакома и вам. Происходит какая-то просто отбитая дичь, которой, в принципе, нельзя быть готовым. А ты такой, я не удивлен. Вот только из последнего. Личная подборочка. Скорая едет на вызов 15 часов. В итоге приезжает, и врач советует пожилому человеку, у которого температура 39, держится почти сутки, просто выпить водички. Чего вы хотите? Вы старая. В деревне загорелся дом. Пожарные приезжают. Правда, без воды. Зачем? Посмотреть? Платочком? Поразмахивать? Как там у Чуковского море тушили? И вот эта мысль, жизнь меня к этому не готовила, но я не удивлен, реально напрягает. И, к сожалению, те новости, о которых я хочу с вами сегодня поговорить, тоже попадают в эту категорию. Вы все к этому не были готовы, но, скорее всего, не удивитесь. Господи, здесь такие новости, что изо всех сил пытаюсь не разучиться дышать. 23-летний Владислав пытал и избивал свою бывшую девушку Веру на протяжении трех с половиной часов. Соседи, услышав крики, доносящиеся из квартиры, вызвали сотрудников полиции. Но они так и не приехали. На пульт 112 поступило 7 сигналов, но полицейские все равно решили не отправлять группу быстрого реагирования. Когда соседи решились взломать дверь, было уже поздно. Девушка была мертва. А вот распечатки этих звонков, предоставленные Анной Поповой. С чего все началось? Алло, здравствуйте! Нам бы полицию вызвать. Тут у соседей какая-то бойня происходит. Девушка орет прям истерически. Дверь оттуда не открывается тоже. Туда уже долбятся все, кто может. Вызов сотрудникам полиции передали. Все мы слышали о ситуации, когда происходит что-то по-настоящему страшное, а реакция окружающих... Я не я, их ад не моя. Не, а чего именно я буду вмешиваться? Ничего, больше всех надо? Так вот, тут все не так. Соседи пытались помочь. В отличие от людей, которые по идее именно за это должны деньги получать. Девушка, вот вы слышите, как она орет там за дверью? Я что должна сделать-то? Даже не знаю. А давайте все вместе подумаем. А зачем вообще в полицию звонят? К тому же уже не в первый раз. Где милиция? Вы почему так разговариваете? Да, это именно тот вопрос, который интересует всех нас. Нецензурная лексика, это, конечно, бич. Двусмысленно как-то получилось. Действительно. Почему же он так разговаривает? Где же культура общения? Очень надеюсь, что к этому делу присоединятся все депутаты-защитники счастливого детства. Ну, знаете, пропаганда, злые мультики, Моргенштерн, целующиеся мужики. Тут у нас дети несколько часов следили за пытками человека. Это никак не повлияет на ребенка? Вызвали службу полтора часа назад. Так никто и не подъехал. Своими силами вскрыли дверь. Девушка уже мертва. Наши действия дальнейшие. На линии останьтесь, на полицию переключу вас. Назначу сотрудников скорой помощи. Полицейским грозит штраф до 120 тысяч рублей, исправительные работы или арест сроком до трех месяцев. Три месяца. Цена халатности и человеческой жизни. Три месяца, по-моему, достойное наказание. Зато новый проект от Яровой подъехал. Уголовная ответственность за оскорбление ветеранов. Нет, не подумайте, я против оскорбления кого бы то ни было. Тем более ветеранов. Но когда за слова, которые еще неизвестно как и кем будут интерпретированы, ты отправишься в места не столь отдаленные на гораздо больший срок, чем полицейские, решившие проигнорировать. Практический фильм пила в прямом эфире? Это слегка напрягает и обескураживает. Очень надеюсь, что ветеранов не оскорбляет российская пенсия. А то иначе произойдет просто пространственно-временной коллапс. Ну и советую познакомиться с сайтом Мечта Ветерана, где людям, победившим в самой страшной войне в истории человечества, всем миром собирают наваленки и зубные протезы. И да, я серьезно. Зайдите, помогите кому-нибудь. Ссылка в описании. Вряд ли этим будет заниматься Яровая. Но вот если подключить бюджетников... В Томске сотрудников муниципальных бюджетных учреждений власти убедительно просят перечислить деньги в Фонд Победа. Из него выделяются средства на помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Руководители организации получили письма из мэрии с просьбой провести разъяснительную работу в коллективах. В документе сказано, что к концу апреля мэрия ждет отчета о результатах по сбору средств. Серьезно, ну а где еще деньги на помощь ветеранам найти, о которых у нас просто постоянно говорят на телевидении? Вот только в зарплате у бюджетников. Все логично. Зато теперь смотрите. И честь достоинства защищены законом, и финансовая поддержка, возможно, придет. Но вернемся к трагедии в Кемерово и реакции полиции. Точнее, отсутствие этой самой реакции. И да, я отлично понимаю, что это плохая и неуместная шутка, и Павел это другое. Но мне правда кажется, вот прям искренне, что если бы по телефону заявили, что соседи устроили несанкционированную поддержку никому неинтересного блогера, или вместе смотрят на радугу, ну ладно, это уже небольшой перебор, или того хуже, вывесили бы из окна ЛГБТ флаг, полиция бы точно приехала. И понятно, что это все шутки-минутки, и да, я у мамы юморист, здесь могла бы быть, сами знаете, какая вставка, но ее не будет. Шутка. Павел, вы такой юморист, боже-боже, продолжайте. Между тем, родственники погибшей сейчас опасаются, что Владислав может отделаться легким наказанием. Сначала дело было возбуждено по статье за убийство с особой жестокостью, но потом его переквалифицировали по более легкой части статьи убийства. Я оставлю все ссылки на подробности в описании, там же вы сможете найти петицию родственников. Ознакомьтесь и при желании поддержите. Я отлично понимаю, что это самая натуральная манипуляция с моей стороны. Я знаю, что эти новости никак не связаны. Это совершенно разные ситуации, разные люди. Я осознаю это. Но в моем сознании, как и в моей ленте, они шагают вместе. Тут у нас полиция отказывается спасать человека. А вот здесь уже проверяет посты восьмиклассницы на предмет призыва к свержению существующего строя. Исполняющая обязанности директора пензенской школы номер 66 пожаловалась в полицию на посты восьмиклассницы, посвященные несогласованным акциям. Ведомство начало проверку. Естественно, начало. Кто бы сомневался. А вот сейчас вот просто задержите дыхание и отправьтесь вместе со мной в астрал. Посты были в поддержку КПРФ. Неожиданно, правда? Мне сказали, чтобы я удалила свои посты со страницы, потому что у нас такое не одобряется. Через пару дней классный руководитель написал матери смс, что со мной стоит провести беседу, и чтобы я удалила посты со своей страницы. Под вечер из школы матери сообщили, что этим заинтересовалась прокуратура, и посты все-таки стоит удалить. В своем заявлении директор попросила поискать в постах экстремизм и призывы к свержению власти. Какой заботливый директор, точнее исполняющий обязанности. Подождите, это что ж получается, не только Навальный прикрывается детьми, еще и КПРФ радует, что ни один опасный пост, ни один оскорблятор ветеранов не будет разгуливать на свободе. Ну а если нас будут убивать, будем надеяться, что соседи успеют выбить дверь раньше.